Всем привет и хорошего настроения! Здравствуйте, дорогие единомышленники! Привет всем зрителям нашего канала! Сегодня с большущим удовольствием хочу представить вашему вниманию замечательный магнитофон под названием Agidel MP302S Вот такая страничка посвящена этому магнитофону на замечательном сайте Валерия Харченко Отечественная радиотехника 20 века Мы к ней сейчас непременно вернемся А я хочу выразить огромную благодарность нашему единомышленнику Евгению Которому каким-то чудом вот в таком вот состоянии, в таком сохране, в таком комплекте Достался этот удивительный по определенным параметрам магнитофон Итак, не буду вас томить, открываем пенопластовую крышку с пенопластовой коробки И там мы видим в полном комплекте этот замечательнейший магнитофон Он принес мне его на ремонт и вот специально спросил, а хотите ли в полном комплекте Для того, чтобы снять обзор То есть, Евгений, спасибо вам огромное! Для всех наших единомышленников, для зрителей канала Полный комплект магнитофона Агидель 302 Называется он, он плотно здесь сидит Магнитофон приставка То есть, коробочка пенопластовая упаковочная, предохраняющая от повреждений В которой находится инструкция по эксплуатации В том числе, такая замечательная книжица со всеми схемами Запакованный в родной полиэтиленовый пакет Собственно, сам магнитофон Магнитофон приставка Обзывается он И вся к нему принадлежность Вот здесь аккуратно ячейки разложены На удивление богатая комплектация Но мы это с вами все сейчас рассмотрим А пока обратимся к сайту Валерия Харченко И познакомимся, так сказать Сделаем предварительное знакомство с этим замечательным аппаратом Итак, магнитофон приставка Агидель MP302S На самом деле создан он на базе Магнитофона приставки Агидель 301 Сейчас я вам даже его покажу Какой он был изначально Вот такая была Агидель 301 Давайте покрупнее посмотрим Ну, я думаю, фамильные черты вы здесь увидите и обнаружите Вот, но нас интересует данный момент Именно, так сказать Агидель 302 MP302 стерео Магнитофон приставка Агидель MP302S С 1990 года Выпускался уфимским приборостроительным производственным объединением Он предназначен для записи моно- и стереофонических фонограмм И воспроизведения на собственный громкоговоритель Монофонических фонограмм А стереофонических через головные и стереофонические телефоны Или внешний стереофонический усилитель с акустическими системами Диапазон записываемых и воспроизводимых через линейный выход частот От 40 Гц до 12,5 кГц Через встроенную акустическую систему от 100 Гц до 10 кГц Номинальная выходная мощность у усилителя звуковой частоты При работе от батарей 1 Вт Максимальная 2 Вт Габариты магнитофона приставки 285 на 185 на 85 мм Вес 2,4 кг Да, он такой действительно тяжеленький магнитофон Приятно в руки взять Потому что у него лентопротяг собран на таких платах металлических Но я в конце обзорчика прикреплю еще фотки Внутренности этого аппарата Потому что я его разбирал, ремонтировал И знаете, он был на пломбах То есть целиком был на пломбах аппарат Вот, то есть в идеальном, так сказать, виде Пришлось пломбы, конечно, нарушить Вот так вот оно выглядит в укладочке Вот, а что там еще такое лежало? А, кассета EF90 Ничего себе Вот тут, видимо, отсек под кассету Но он у нас сейчас заполнен другими вещами Вот, а мы сейчас комплектность его проверим, посмотрим Вот, я думаю, ну, несколько затянутый, конечно, обзор получится Но давайте все-таки его подробненько, так сказать, рассмотрим Тут, по-моему, в этом комплекте, который принес Евгений Один из кабелей перезаписи, по-моему, лишний Но это, как говорится, не важно Лучше, так сказать, больше Чем меньше Итак, приступаем, собственно говоря, к обзору этого аппаратища Вот, кстати, назван он магнитофоном приставка неправильно Потому что приставка подразумевает отсутствие внешнего усилителя Здесь хоть контрольный усилитель, но он имеет место быть Вот, то есть усилок в нем имеется Поэтому полностью приставкой называть его неправильно Пусть монофонический Вот, ну, видимо, основная фишка его в том, что через линейный выход Подразумевается возможность использования на, соответственно На внешний усилитель и, то есть, стереофонограммы воспроизводить А так он, как бы, ну, может быть и носимым Играет, играет и хорошо Вот Сейчас, друзья, мы его поглубже разглядим Вот такой вот пластмассовый корпус из двух половинок И верхняя, соответственно, крышка тоже съемная Откидная ручка Откидывается она только вперед Потому что здесь такие фиксаторы И если она откинута вперед То она, как бы, вот Составляет единую целость передней панельного гнитофона И так довольно симпатичный такой внешний вид Серебристое, так сказать, оформление Серебристая решетка динамика Металлическая Вот Счетчик на лицевую панель выведен И даже отверстие для подстройки головки продуна А на верхней панели все органы управления Значит, решеточка электретного микрофона Индикатор включения в сеть Индикатор такой двухдиодный уровня записи Минус 4,0 дБ Кнопки управления лентопротяжным механизмом Вот регуляторы уровня записи Вот такие вот полуутопленные, полускрытые На левый и на правый канал Регуляторы темброраздельные по низким и высоким частотам И объединенный регулятор громкости Больше-меньше Баланса здесь нет, потому что динамик всего один Баланс ему совершенно не нужен Что интересного на боковой стенке Переключатели входов То есть у него два гнезда Линейный выход и общий универсальный вход Переключатель входов на микрофон, либо радио Или на линейный вход Это от магнитофона, от звукоснимателя От чего угодно Есть переключатели типа ленты, что очень интересно Ferrum 2O3, либо Chrome O2 Вот так вот То есть можно и хромовые ленты на нем гонять То есть коррекция, скажем так, усилителя универсального Производится и на Ferrum, и на Chrome Ну и переключатель динамик в внешнюю Собственно говоря, встроенный динамик Либо наушники При этом положение отключается динамик А также гнезда на источник внешнего питания Либо, так сказать, через блок питания он питается Через адаптер И второе гнездо для наушников Для головных стереотелефонов Задняя стенка Имеет схемку расположения батареек Элементов питания То есть здесь 8 батарей вставляется И вот такую вот крышечку на зажимах Которая открывает доступ к батарейному отсеку Ну, здесь, по-моему, не самые большие Здесь, по-моему, не D А, B, C, D C-шка, наверное, элементы типа C 8 штук Тяжеленький аппарат Вот, приятно в руки взять, на самом деле Потому что такая приятная тяжесть Видно, что тут пластмасса была А вот здесь были две пломбы, как раз Которые пришлось аннулировать Потому что он тихо играл Была поломочка в этом магнитофоне Которую мне удалось устранить Я надеюсь, будет доволен Евгений Вот, этим аппаратом Кнопочка выброса кассеты Голоски здесь расположены в верхней части аппарата Ну, естественно, одноваликовый механизм Кнопочка останова Кнопки перемотки влево-вправо Кнопка воспроизведения Вот так вот интересно сделана кнопка записи То есть ее можно нажать только одновременно Это кнопка паузы Только одновременно с кнопкой воспроизведения Но сейчас на нее нажать не можем Потому что срабатывает предохранитель от записи Кассета не стоит Соответственно, предохранительная планка Предохранительный клапанок вот этот Отсутствует и не позволяет включиться На режим записи этому аппарату Вот Давайте мы посмотрим Что указано в комплектации этого магнитофона Вот такая замечательная инструкция по эксплуатации Очень меня радует Эти отечественные инструкции по эксплуатации Есть логотип уфимского, да? Уфимский завод Ну-ка, что у нас там про него написано Не радиозавод, а Уфимское приборостроительное производственное объединение Вот такой логотип с буквой УА Он же, кстати, имеется и на задней стенке аппарата Вот так скромненько на переднюю он не вынесен Здесь указано просто Агидель 302С Магнитофон, приставка стерео Вот такие дела Да, забыл сказать еще, что когда ручка откинута вперед Вот здесь, видите, здесь на ее фиксаторах имеются два отверстия В принципе, можно какой-то шнурок, вероятно, прицепить Или... А, наплечный ремень, кстати, входит в комплект Сейчас вам его покажу То есть его можно носить на плече Давайте почитаем, что в инструкции эксплуатации указано по комплектации Общие указания Комплект поставки Магнитофон, приставка Агидель MP302С Одна штука Кассета типа МК60 или МК90 С магнитной лентой типа А42053Б За отдельную плату Или фонограмма магнитная в кассете За отдельную плату Ага, кассеты все-таки за отдельную плату поставляются Вот что оказывается И вот здесь она должна лежать Вот это гнездо коробки, я так полагаю, по размеру как раз соответствует Ну да, кассете Вот сюда она должна была вставляться А у нас в данный момент здесь лежит некий проводок А провод питания для подключения, вероятно, к автомобильному источнику питания Даже еще не распакованный Вот, на одном конце вилка, которая вставляется в адаптер питания Она такая своеобразная А другие два конца Вот, если что, надо прозванивать Провода одноцветные Надо понять, где плюс, где минус Хотя тут как-то странно написано Что можно либо положительное питание, либо переменное Без разницы Как тут указано было, я еще в инструкции не завязал 14,4 вольта, это, соответственно, напряжение постоянного, либо 15 вольт переменного напряжения Ну, вероятно, да, встроенный диодный мост Он выпрямляет переменное напряжение И встроенный конденсатор склаживает пульсации Так что здесь можно и переменкой питать, и по стоянке Прикольно Итак, комплект поставки Магнитофон, приставка, понятно Нашли, кассета, понятно Соединительный кабель, кабель 1 для записи стереофонических программ От проигрывателя магнитофона или высокочастотного устройства А также для подключения к внешнему усилителю звуковых частот Одна штука Вот здесь почему-то два таких кабеля Они, я так полагаю, оба идентичные С пятидиновыми вилками Белый и черный Вот, вероятнее всего, один из них лишний Поэтому коробка у нас как-то неплотно закрывается Вот они, два таких хороших, качественных кабеля соединительных Вот, с пятидиновыми вилочками Отложим их в сторонку Так, что у нас там дальше по комплекту поставки Соединительный кабель, кабель 2 для записи от радиотрансляционной линии Одна штука Этот кабель, я полагаю, вот он лежит здесь В этом отсеке Вот тут вилка для трансляционной линии Такая характерная, с плоскими, так сказать, наконечниками И такая же пятидиновая фишка на втором его конце Вот, такой провод Далее, что у нас Блок питания от сети 220 вольт 50 герц БПН1 Одна штука Вот он, этот блок питания со своим кабелем Соответственно, сейчас он нам понадобится БПН1 Напряжение входящее 220 вольт 50 герц 10 ватт На выходе переменка 15 вольт 450 микроампер Со снятой крышкой запрещается включать сеть А, ну так он, вероятно, просто с трансформатором И все, здесь просто трансик Понижающий напряжение 220 до 15 вольт Так, что еще тут лежит А, мы еще не читали Соединительный шнур для подключения к внешнему источнику постоянного тока Одна штука Это, вероятно, то, что мы с вами видели К внешнему источнику постоянного тока Только почему Не промаркированы провода, где плюс-дюминус Непонятно Так, далее Вставка плавкая для тока 0,63 А Одна штука Надеюсь, их не было Предохранитель Вставка плавкая для тока 0,16 А Одна штука Должны, вероятно, были лежать вот в этом отсеке Но их нету И пасек Тоже отсутствует Одна штука Руководство по эксплуатации С гарантийным и отрывными талонами И упаковочная коробка А также ремень плечевой Вот, 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 вот Как раз то, о чем я вам хотел рассказать И показать Вот такой вот С двумя карабинчиками Плечевой ремень Вот, то есть Зачем здесь вот такие скобки Я не знаю, куда они Хотя, по идее, можно разжать и вставить сюда А так, как карабинчики По-моему, можно защелкнуть А нет, не получится К сожалению, не получится То есть вот эти скобки Нужно, вероятно, разжать вот здесь Ставить сюда И тогда к ним будет пристегиваться карабинчик Так, ну тогда она Не, будет закрываться А может не будет Вот, но, во всяком случае Плечевой ремень для этого аппарата присутствует То есть так, чтобы по-современному По-молодежному Можно было его таскать И здесь почему-то еще лежит микрофон МД-201 Хотя в комплект он не написано Что входит Электричный микрофон Собственно, имеется Зачем нужен вот этот МД-201 Ублюдочек в мире магнитофонов Я не знаю Фирмы Октава Ну ладно, есть он и есть Вот Основные технические стилистики Напряжение питания От сети переменного тока 50 ГГц 220 Вольт От установленных источников питания Постоянного тока 12 плюс-минус 30% Вольт Либо от внешних источников питания Постоянного тока 14 плюс-минус 6% Номинальная скорость магнитной ленты 476 см Секунду Среднее отклонение От номинальной скорости Не более плюс-минус 2% Полный эффективно-частотный И эффективно-частотный диапазон Воспроизведение не уже От 40 до 12,5 кГц Коэффициент третьей гармоники Не более 3,5% Полное взвешенное отношение Сигнал шум Не менее 44 дБ Полное взвешенное отношение Почему два раза? Полное взвешенное отношение Сигнал шум 44,50 Наверное, на разных типах ленты Номинальная выходная мощность 1 Ватт Диапазон регулировки тембра На частоте 160 Гц Не менее 12 дБ На частоте 10 Гц Не менее 12 дБ Мощность потребляемой От сети переменного тока Не более 10 Ватт Масса 24 кг Суммарная масса Драгоценных металлов Золото 0,09 грамма Серебро 0,5 грамма Платина 0,001 грамма И полане 0,35 грамма Краткое описание Кассетный монитофон Третья группа сложности Но мы на это заморачиваться не будем Органы управления Я вам примерно уже рассказал Шнуры здесь описаны Батарейки Хороший Люблю эти инструкции Так подробно все указано О! Натяжение ленты в кассете Смотрите При помощи карандаша Какая прелесть Установка кассеты Предохранение от ошибочной записи Вот выламывание предохранительного клапана На кассете указано И алгоритм воспроизведения Виды соединений Замена предохранителя А! Предохранитель один оказывается Вот в этой фигне стоит Для того, чтобы заменить Нужно этот винт отвинтить И все это извлечь Интересно Места обработки головок Прижимного ролика Ведущего вала Где протирать От налета пыли Какая прелесть Здесь есть гарантийный талон Да вот Предприятель-изготовитель Севраль 1991 года Цена 321 рубль А почему так написано? Написано Цена 212 рублей без фонограмм А почему цена 321 подорожала что ли? Хотя 1991 год Цены скакали как хотели Цена кассеты 4 рубля Интересно сведение Заполняет торговое предприятие Так Что тут написано? Предприятие Золотой ключик Прошпект Маршала Гоу Урова 10 Вот кто продал Магитофон У нас с Питерем продавался Все талоны целы Значит не чинили его Какое-то Народное предприятие Золотой ключ По-моему Штамп так считается Севраль 1991 года Все на месте Все при деле Бумага уже пожелтела От времени Но зато здесь приклепаны Две замечательные Вот такие на глянцевой Толстые бумаги Схемки Схема полная магнитофона Со всеми делами Очень пригодилась При ремонте Вот при поиске Неисправного каскада И вот вторая Такая схемка Тоже на плотной На хорошей бумаге Прекрасно читаемая Просто прелесть Схема лентопротяжного Механизма Вот тут видите Всего один пасек А так шестерни Привода И на другой стороне Замечательная Вот печатная плаза Что очень помогает В поиске деталей Собственно говоря На этой На плате Этого магнитофона Ну что друзья От слов к делу Давайте попробуем Включить После так сказать Восстановительно Профилактического ремонта Кстати лентопротяг Там вообще делать Ничего не пришлось Все изумительно Все работает Вот Ничего не рассохлось Ничего нет Самое Не требует смазки Ну я так понял Что он в этой коробке И хранился Магнитофон Многие годы С 91 года Это сколько уже 91, 2001, 2011 2001, 2020 30 лет Он почти хранился Где-то больше Вот такая беда Посмотрите Втыкаем Блок питания Загорается Он долго гаснет Загорается светодиод Сеть Видим Разряжается Конденсатор Фильтрующий Вот Втыкаем Вот сюда Блок питания Загорелся Светодиодик Давайте Ручку откинем Откроем Кассетный отсек Ставим Кассеточку Окнами Вверх Замкнем И нажмем Плей Работает Так Не буду долго гонять Это забанят На ровном месте Ни за что Давайте Мы уже что-нибудь На него запишем И послушаем Почему-то не сразу Вот На этой стороне Какая-то Плохенькая запись Давайте Давайте мы сейчас Что-нибудь попытаемся На него записать Так Как это делается Интересно А Вот это Переключается Микрофон Микрофон Или вот так Нет Это линейный вход Не знаю Сейчас посмотрим Так Уровень записи У нас вот здесь Уберем ручку Чтоб не мешало Так Интересно А РУС тут есть Что-то про РУС Ничего не было указано Так Нажмем Запись Раз Раз О Вроде пишет Так Раз 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 Два Три Раз Два Три Четыре Пять Давайте Щетчик На Ноль Так Что такое Сумит Как-то Нечеловечески Раз 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 Два Три Раз Два Три Четыре Пять Четыре Два Раз Раз Два Три Четыре Пять Проверка Записи С микрофона На магнитофон Агидель 302 С магнитофон Приставка Проверим Что получилось Трески были хорошие Нехорошие Вернее При записи Мне это не очень понравилось Так Мотаем Назад Где назад Обратная перемотка Вот она Теперь добавим громкости Нажмем play Что-то как-то Тиховато записано Может быть я Неправильно Включил Переключатель Стоп Еще раз Вот кстати Выключатель Переключатель Уровня записи Я ему не почистил А зря Следовало бы Это наверное Сделать Нет Вот только в этом положении Устроенный Начинает работать Так Уровень записи Раз 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 два Три Раз 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 два Три Проверка записи Проверка записи Записи проверка Раз 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 Два Три Проверка записи Записи проверка На Агидель Агидель 302S Проверяем Что-то как-то не очень активно А мы сейчас проверим по другому микрофону Вот к нему Вроде в режим записи Врубился Да Сейчас проверим с другим микрофоном С внешним Может какая-то беда С этим Электридным Хотя это редко бывает Ну там Не, как-то не айсова Да Вроде как Вроде как бы должен писать А вроде как бы не пишет Почему-то Так Хотя воспроизводят Так мы, наверное, сами Обратили внимание Прилично, да Только не сразу Врубается Вот так вот А вот все это работает Так А вот насчет записи Что-то у него, да Слабовато А ну, друзья Давайте попробуем Взять Вот этот Обруганный мной Микрофончик МД 201 Отечественный Так, куда его воткнуть? Во вход, да И вот так Нет Вот так Стереомикрофон Теперь опять обнулим Все это дело Все это дело 1-1-1-1-2-3 1-1-1-1-2-3 1-1-1-1 1-2-3 1-1 1-2-3 1-1-1-1-1-2-3 отключается внешне встроен микрофон вот здесь на переключатели разъем вернее есть вот видите такой контакт соединения встроенного электрического который сейчас у нас включен почему-то как-то яйцо через него пишется ну а через а через этот микрофон еще хуже загорается минус 4 децибела хотя у нас уровень записи выведен в полностью раз два три раз два три раз два три три два раз проверка записи и вообще раз два три раз два три три два раз проверка записи не очень хорошо хочет писать перемотаем и включим ничего не слышно ну на самом деле задача отремонтировать магниза фонд не ставилась задача так сказать отремонтировать его на запись не ставилась но тем не менее вот совсем приятно может с ним еще поковыряйте если владелец скажет сделает чтобы он еще и писал но какие у нас еще какие то есть проверим что горит достаточно громко на 1 ватт на 1 ватт мощность он выдает вот а вот записью конечно какая-то беда так подать бы откуда-нибудь а сейчас вот что сделать сейчас попробуем подать с другого источника на вход допустим с того же компьютером сейчас шнурок возьмем кабель какую-либо музычку запустим и попробуем сейчас с компьютера писать мотаем выключаем подсоединяемся к линейному входу переключаемся на что мы так да так и включаем длинный вход ferrum 2 а3 динамик шикарно сейчас через компьютера запущу подам какой сигнал так найдем какую-нибудь музычку неважно какую нам и попробуем записывать не очень мне нравится что он так сказать так включаем так так ага ну ка посмотрим вот это вот с внешнего источника подавали мы на запись что записалось да нормально отлично кстати все пишет и очень чисто микрофон и здесь на самом деле тогда получается фу-фу-фу как а вот с внешних источников на линейный вход запись мы просто изумительно прекрасно проходит и отлично и в тофончик агидель прям хочется взять вот так на руку и пойти с ним куда-нибудь тусоваться ну а я друзья на этом обзор свой затянувшийся несколько заканчиваем сейчас конце приложу фотки богатого внутреннего мира этого магнитофона и не хочу сказать что не работал он потому что как всегда полетели у него электролитические конденсаторы пришлось повозиться плата не очень хорошая для пайки вот чтобы не повредить дорожки пришлось аккуратно быть вот поменял раз два три 4 5 конденсаторов что удивило они все видимо сбору посольники собирали в 90-е годы вот есть и армянского завода ереванского конденсаторы к 50-15 и других заводов я вот не помню этот логотип к 50 35 а вот еще другой логотип к 50 35 но уже с другим логотипом завода-изготовителя в общем конденсаторы самые разные тут были вот и вот нашел несколько неисправных вот в тех цепях которые отвечают за предоконечный усилок и теперь аппарат работает надеюсь что евгений будет доволен а я на этом откланиваюсь смотрите там уже без комментариев фотки его внутреннего мира всем привет всем хорош настроение всегда с вами сергей пока пока а Продолжение следует...